Хорошо, конечно, когда информация от человека к человеку распространяется. Это если говорить о ваших зарубежных коллегах, которые приезжают к нам. Но в этой связи хотелось бы, чтобы вы рассказали, насколько сами профсоюзы вообще авторитетны в своих странах на данный момент. Не секрет, что там несколько другая политическое устройство и другое отношение к профсоюзам наверняка. И второй момент, насколько они вообще способны повлиять не на общество, а на своих политиков. Спасибо, Светлана. Вы знаете, сразу первое заявление, которое сделало все Минные фермы профсоюзов, это было очень жесткое со стороны дипломатии заявление, когда мы нашим коллеге дали проект нашей резолюции, где мы попросили возможности назвать все своими именами. В частности, то, что за государственным природом в стране Соединенных Штатов Америки, и, кстати, эта информация, резолюция была отражена. То, что мы призываем все страны сплотиться и инициировать от минус санкций, это предложение по нашей резолюции тоже было принято. То, что мы призываем осудить внешнюю политику Соединенных Штатов... Что? ...в Америки, которая для нас является преступной, мы вот так воспринимаем. Это тоже было официально не заявлено. И вы знаете, для нас все Минные фермы профсоюзов, это единственная организация, которая по своему уставу не является правозащитной, правозащитной, но которая в тот момент, когда, кроме России, мы помощи ни от кого не видели, если бы не белые КАМАЗы жизни, как их до сих пор люди называют, иммунитарной помощью мы бы с вами не выжили, это тоже факт. И вот тогда нам помогала только Россия, причем помогала и гуманитарной помощью, помогала морально, помогали нашим переселенцам, помогали детям. И вот тогда дипломатически это был для нас настоящий прорыв, когда Всемирная ферма профсоюзов встала на сторону наших трудовых коллективов, и она нас начала защищать. Я уточню вопрос Светланы. Дело в том, что она спрашивает, мол, насколько они авторитеты, насколько они могут влиять на государственную власть в своих странах. Они же защищают просто, я правильно понимаю, Светлана, да? Они защищают человека наемного труда, не более того профсоюз в классическом варианте. Показывает ситуацию в их странах, они, в общем-то, не церемонятся со своими же гражданами, когда акции протеста были в той же Франции. То есть могут ли профсоюзы быть силой в отстаивании наших интересов? Давайте, смотрите, на сегодняшний день, кроме наших иностранных коллег по линии профсоюзов, за нас с вами больше пока особо никто не борется.